Тарам, трамвай, ай, вечер добрый, билеты, чего нету? Леты, реки Леты, ее нету. Учил текст, словно песню, делится актер Олег Белов. Историю мальчика-шизофреника, описанную в произведении Саши Соколова «Школа для дураков», актер рассказывает со сцены уже два года. С этим моноспектаклем Олег вернулся к самарским зрителям после болезни. Отрывок из постановки петербургского режиссера Юрия Васильева «Пришли те, кто пришли», читает на творческой встрече. Физический недуг, парализованная левая сторона не мешает дарить залу эмоции. Режиссер мне все время говорил, я все время мне старался, хотелось это спрятать, он говорит, не надо, Олег, не прячь. Он говорит, где-то надо, бери зубами вот прям, не стесняйся этого. Я не понимал, а потом он мне сказал. Он говорит, ты знаешь, я тебя всегда любил как артист, ты был очень хороший артист, но когда ты был здоров, ты бы этот материал не сыграл. Болезнь не приговор, утверждает Олег Белов. Воля к жизни вернула актера на сцену театра и помогла раскрыть новые способности. Олег теперь занимается режиссурой, ставит спектакли с пациентами психиатрической больницы. Главный спутник артиста – хорошее настроение. Говорит, в театре ему даже дали прозвище «Радиопозитив». Сегодня творить Олегу помогают коллеги, близкие и благодарные зрители. Проблема этой болезни в том, что ты мало того, что ты становишься беспомощным на одну сторону, но и от тебя отказываются все, потому что ты становишься не нужен ни на работе, а иногда даже и в семье. Вот у меня этого не произошло, поэтому как мне не быть, вы понимаете, радостным. Меня со всех сторон поддержали и поддерживают. «Холстомер», «До третьих петухов», моноспектакли Олега Белова самарские зрители помнят. Говорят, творческая встреча с любимым артистом подарила незабываемые впечатления. Для меня, например, он сегодня был, какой был до и сейчас, тот же самый человек. Но он может зарядить людей, публику, вот это его детскость. Творческие встречи с жителями Олег Белов планирует проводить и дальше. Говорит, общение без театрального грима сближает артиста и зрителя. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.